Доброго времени суток! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим Запорожское направление. Там вот это вот Орехово, Работино, или как он там правильно звучит? Я понимаю, что там от населенных пунктов, скорее всего, мало чего осталось, но там впереди как бы то ни было Запорожье. Выбрали уже мэра Запорожской области. Так что пора бы, пора бы, пора бы. А вот я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Итак, Запорожье. Наступает время справедливости. Опять выключу свет сейчас, чтобы не засвечивала карты. Вот. Наступает время справедливости. Это, конечно, время непростое, но всегда это в плюс тому, на кого смотрим. Как будут развиваться события в районе Запорожьском направлении в ближайшее время. В частности, мы потом посмотрим эти населенные пункты. Ситуация там будет очень тяжелая. Будут все ходить прямо по лезвию ножа. Будет задействовано очень много ресурсов на том направлении. Но если сейчас российская армия стоит в основном в обороне, то грядет изменение. Изменение пути. Соответственно, скоро мы можем увидеть движение. Сроки не называю, потому что по срокам как-то карты сейчас совсем как-то не хотят отвечать. Опять же, благодаря людям, которые имеют определенную власть, определенное значение, скоро на том направлении будут серьезные перемены. Давайте попробуем посмотреть, как в Орехово будет населенный пункт Орехово. Он туда, по-моему, ближе к самому Запорожью. Если какое-то было благоденственное и тишина и покой, то это подходит, подойдет к концу. Будет очень много переживаний, разочарований и разрушений. То есть там будут очень серьезные прилеты. То есть этот населенный пункт будет оставаться на тех ресурсах, которые есть на данный момент, или накоплены в СУ на данный момент в Орехово, а помощи им не будет. Придется ему выбирать, как действовать дальше. И, скорее всего, ВСУ будут уходить из-за этого населенного пункта. Давайте более подробно посмотрим, как будет на этом запорожском направлении развиваться в ближайшее время событие. Ну, его, видимо, уже были поставлены ранее. Я имею в виду ВСУ ракеты дальнобойные. Взялись они за Токмак сегодня, 24 сентября. В сентября. Ну, что. Ну, удивительно. Когда селенок нет, то надо бы обстрелять мирные города. Видимо, так считают. Итак, как для ВСУ будут в ближайшее время складываться дела на запорожском направлении? Ну, есть приказы действовать, а эти приказы особо ни к чему, ни к каким результатам не приведут. То есть будут пытаться бросать в атаку и так далее. Но это иллюзии. Ничего не даст. Пустое. Хлопот будет много. Но это самое. Будут обстреливать. Будет много использоваться. Ну, ракетные вот эти. Ну, так же будут и по ним прилетать. Движение. Движение куда? Ну, будут пытаться против России переть, но сила такова, что это бесполезно. То есть будет очень много погибших. То есть, скорее всего, можно ожидать вот прямо в ближайшее время серьезную атаку ВСУ против России. Но это как моська против слона. Будет очень много погибших среди ВСУ. Очень. Это, в принципе, приведет к остановке. Тут придется им решать, как спасать свои собственные жизни. И, ну, опять же, очень много потерь погибших. И будет очень страшно. Помощь будет, но все равно будут стараться уходить, отходить назад, чтобы сохранить свои ресурсы. Вот это будут искать для себя более безопасное место, потому что понимают, что ничего сделать не могут. Нужно быть очень аккуратным людям населенных пунктов, вот это запорожское направление, которое сейчас под ВСУ. Они вами могут начать прикрываться. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Будут задействовать ВСУ дальнобойные ракеты, как-то американские. Нет. Они сами себя загоняют в ловушку, из которой потом не смогут выйти. Это благодаря главнокомандующему. Будут пытаться что-то планировать, но только сами для себя усугубят ситуацию. Будет им очень тяжело даже с этим вооружением. Ну, Абрамс, наверное, не знаю, успели привезти или нет еще. Ну, давайте посмотрим, как для наших ребят будет на запорожском направлении складываться дела. Потому что, я так понимаю, что для ВСУшников это самое главное направление. Они все рвутся к Крыму. Больше ничего, ни на что селенок не хватает. Ну, думают, что туда прорвутся. Так, ну, давайте. Наша российская армия, как для наших ребят, будет складываться ситуация на запорожском направлении. Наши ребята будут действовать спокойно, находясь при этом в защите, пока будут сидеть в оборудованных местах, выслеживая цели и ее просто уничтожая. При этом будут переговоры какие-то договариваться, будут пытаться договориться. Потому что сила такова, что ВСУ противостоять не могут. И им будет просто, видимо, предлагаться сложить оружие. Это будет для них наиболее такой вариант подходящий. Потому что, ну, силу надо уважать. Ну, а дальше мы увидим, когда четко, целенаправленно наши начнут действовать. Будет много задействовано огня для того, чтобы изменить там ситуацию. Новые ресурсы будут задействованы. И старые ресурсы будут задействованы. Спокойно, терпеливо будут. Сейчас будут выжидать, а потом будут спокойно и терпеливо наступать, чтобы изменить все, что возможно на том направлении. И это наступление будет очень удачным. Хотя какие-то планы придется менять. Так что сначала будет наступление ВСУ. Полностью никакая иллюзия. А потом наши ребята в ответ пойдут наступление. И каким будет результат нашего наступления. Будет захвачено много техники и изменение полностью жизни и направления. Начнется на том направлении новая жизнь. Вот такой расклад про запорожское направление. Желаю вам всем скорейшего наступления мира, тишины. Берегите себя, берегите своих близких. До новых встреч. Причем расклад повторяется. То есть так должно и быть. До новых встреч.